Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад на тему «Что меня ожидает этой весной?». Задумайтесь с своим вопросом, что вы хотите сделать этой весной. Подумайте, стоит ли начинать, не стоит, как сложится до события, что будет происходить. Вот подумайте о том, что вы хотите. И давайте мы посмотрим, как у вас все-таки будет складываться, да, ваша ситуация. Получится или не получится. Я буду выкладывать сейчас варианты. Будет шесть карт. Вам нужно будет выбрать всего лишь чисто интуитивно, загадать одну карту, и мы будем смотреть, что вас ожидает этой весной. Итак, первая карта «Что вас ожидает этой весной?», вторая карта «Что вас ожидает этой весной?», третья карта, четвертая, пятая и шестая. Вот сейчас полагайтесь на свою интуицию, потому что то, что вы выберете, я буду только читать. Чисто интуитивно выбираете. Определились? Итак, смотрим, кто загадал цифру номер один. Что вам ожидать этой весной? Вы знаете, в вашей жизни, возможно, что-то будет уже уходить, что-то вас будет покидать. И вы это, вы знаете, вы уже сейчас в неком предвкушении того, что что-то в жизни у вас уже меняется. Может быть, прошлые отношения, которые вы не можете удержать, они уже уходят. Любимый человек испаряется, исчезает уже, вы его, может быть, редко видите, вы понимаете, что вы его уже теряете. И уже, наверное, ближе к весне вы, может быть, уже полностью расстанетесь. Может быть, вы чувствуете, что это связано что-то с работой, что работа уже не такая, как раньше, что уже там идут какие-то перетрубации, люди меняются, начальство тоже, что вам уже некомфортно. Да, вы не хотите менять это место, вы не хотите уходить с этой работы, может быть, оно близко к вашей работе. Но вы чувствуете, что нужно покинуть это место, и это ближе уже к весне вы уже уйдете. Также, возможно, какие-то проблемы с финансами. То вот все по одному, как бы, знаете, вот по одному чуйке у вас это идет, да? Как один к одному, что вот что-то в вашей жизни уже началось, знаете, как сход лавины, да? Она постепенно, постепенно скатывается, скатывается вниз, 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 и уже все, что-то уже ближе к весне полностью вас покинет и уйдет. Дальше. Еще вас что ожидает этой весной? Возможно, покупка квартиры, недвижимости. Может быть, к вам в гости будут приезжать ваши близкие, или кто-то приедет к вам пожить, или вы кому-то поедете в гости к родителям, к близким, переедете в новое место жительства, покупка недвижимости. Здесь что-то будет связано с домом, здесь что-то будет связано с близкими, с семьей и с любимым человеком. Может быть, может быть, все-таки вы расстанетесь с прежними отношениями, и вас будут ждать новые отношения, знакомство с новым человеком, переезд, может быть, к новому человеку, так скажем, в его дом. Такое тоже может быть, потому что здесь все-таки четверка жезлов. Это дом, это праздники, это, может быть, новоселье, день рождения, именины там какие-то, да, намечаются годовщины какие-то, свадьбы у кого-то, да, может быть, и у вас будут свадьбы. Все может быть, небольшая свадьба в доме. Давайте еще посмотрим, какие у вас, какие перемены вам ожидать. Да, по семерке жезлов у вас все получится, не волнуйтесь. Вот то, что вам сейчас плохо, и вы считаете, что все уходит самое хорошее, нет, дорогие мои, у вас не хорошее уходит, у вас плохое уходит, потому что впереди есть хорошее, именно весной. Вы получите то, что должно быть вашим. Или это наследство, или это дом, или вы должны кого-то выиграть, обыграть, или вы должны кого-то опередить, у вас получится. Неважно, связано ли это с работой, вы получите хорошее место, которое так давно хотели. Если вы боитесь, например, что вас сейчас должны уволить, да, а вы так хотели кресло начальника, знаете, ситуация может измениться, что на это кресло все-таки посадят вас. Может быть, у вас сейчас зарплата плохая, то есть, ну, так скажем, нормальная, нормальная, но вы считаете, что вы могли зарабатывать и лучше, да, и может быть, сейчас там что-то такое происходит, что зарплата еще меньше будет. Нет, зарплата будет потом еще лучше. Вы потерпите до весны, у вас очень ситуация изменится в лучшую сторону, я вам говорю серьезно, потому что здесь по семерке жезлов и по четверке жезлов, да, вы получите то, что принадлежит вам. По сути идет, как бы, знаете, как бы даже по судьбе идет вам в ваши руки, и вы будете обладателем этого. То есть, ничего плохого нету, просто у вас, знаете, такой страх утраты, что что-то сейчас такое уже происходит, а будет типа еще хуже. Да нет, будет еще лучше, потому что вы уже как-то, знаете, засиделись и держитесь за то, что уже не работает, отпустите, пусть хорошее, да, так скажем, придет в ваши руки, да, или вернется к вам. Поэтому будет все хорошо, ближе к весне. Кто загадал цифру номер два? Так, немножко двоякости, вы не знаете сейчас, даже на данный момент, как вам поступить, что вам сделать, вы ни одно, ни другое выпускать не хотите, вы немножко находитесь, знаете, в таком дисбалансе, вы пытаетесь понять, как мне поступить, там типа ехать, не ехать, разводиться, не разводиться, жениться, замуж там выходят. Вы сейчас держите вот этот вот, вы хотите поймать, вот что, ну что я сейчас должна сделать, ну что, да, потому что вы находитесь вот в этой серединке, когда она как определяющая для вас. Что вы сейчас сделаете, то вы будете пожинать, поэтому вы боитесь, а здесь немножко баланс, баланс, да, я не должна упустить ни то, ни это, ну как мне поступить, что мне сделать. Давайте посмотрим, что вас будет ожидать этой весной. Вам могут сделать приятное, очень хорошее предложение, как руки и сердце, любовная здесь тема проигрывается, так же это предложение и по работе. Может быть, какую-то работу предложат одну или же еще, ну что-то такое, знаете, как бы, как это сказать бы, ну какое-то еще предложение здесь будет, типа ты не хочешь вот здесь еще взять или надо этим поработать. То есть какое-то выгодное предложение может быть весной. Предложение руки и сердца, конечно, здесь тоже любовная тема. Что вам еще ожидать этой весной? Ну старший аркан маг. Здесь вообще говорит о том, что здесь очень много будет даже зависеть от вас. Будьте активнее этой весной, вы получите все, что вы захотите. Здесь все зависит от вас. Вы главный начальник, вы главное лицо, вы управляете всей ситуацией, которая будет весной, даже уже сейчас вы управляете. Только определитесь, пожалуйста, что вы хотите. Распланируйте сейчас, прям по пунктам, в какую сторону вы идете и что вам нужно именно. Переезжать, значит переезжать. Уходить с работы, значит уходить с работы. Выходить замуж, значит выходить. И все по пунктам, понимаете, когда вы хотите выйти замуж, в каком месяце, сколько будет гостей, какое будет платье, какой будет жених. То есть, понимаете, здесь все нужно распланировать именно вам. Тогда все получится так, как вы хотите. И ни от кого это не будет зависеть от вас. Если нужно применять магию, например, так скажем, применяйте, это тоже пойдет на пользу, потому что вы в затруднительных сейчас ситуациях в своей жизни находитесь, да, по всем как бы фронтам, и вы не знаете, как определить, магия это самый хороший вариант, используйте, используйте себе во благо, только не делайте ничего такого, знаете, ужасного, применяйте магию с пользой. И она будет у вас работать очень хорошо, понятно, да, весна, весна для вас, дорогие мои, начинайте прямо сейчас, планируйте, а весной начинайте, все получите, вот во всех абсолютно структурах, вот на всех вот этих фронтах, да, любовная тема, деньги, имущество, благополучие, переезды, я не знаю, что еще, вот все просто планируйте и используйте, и делайте, добивайтесь, результат будет хороший. Кто загадал цифру номер 3? Так, ну здесь женщина, императрица, это вы или ваша, может быть, мама, какая-то женщина, которая, возможно, будет вам помогать, или это сами вы, может быть, вы ждете ребеночка и вы родите, это весной, а может быть, у вас зачатие, а может быть, у вас эко, все получится. Вы хотели давно быть мамочкой, станете мамочкой, я вам говорю точно, было бы желание, правда, может быть, вы хотите замуж, да, тоже возможно, выйдете замуж, я не знаю, что вы хотите, вот здесь именно женское, вот желание женщины, что хочет женщина, да, большой вопрос, что хочет женщина, женщина хочет все, поэтому стоит только захотеть, вы же императрица, все, значит, получите. Еще давайте посмотрим, что вам, что вас ждет этой весной. Ой, будьте аккуратнее, будьте аккуратнее, хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварство, воровство, никому не доверяйте просто так, не верьте никому, хорошо, проверяйте сто раз. Доверяйте, но проверяйте, поэтому деньги просто так никому не давайте, да, на слово не верьте, только документально в трех экземплярах. Поэтому будьте аккуратнее, да, аккуратнее, особенно с мужчинами. Ну, они в последнее время что-то врут постоянно и манипулируют. Давайте посмотрим, что вам еще ожидать этой весной. Ну, карта умеренности. Все будет тихо, плавно, спокойно. Так как здесь два старших аркана, карта императрицы и карта умеренности. Говорит о том, что все будет так, как вы хотите. Да, или от некой вот этой женщины зависит, что вот как она захочет, так и будет. Но все-таки я думаю, что это вы. Поэтому все будет под вашим контролем. Умерьте свой пыл, контролируйте свои эмоции, контролируйте свои желания, свои мысли. Все, что вы говорите, все, что вы делаете. Проследите за своим питанием. Не позволяйте себе поправляться и не позволяйте себе резко худеть. Умерьте свой аппетит. Ешьте только настоящую, так скажем, живую, здоровую, натуральную пищу. И будет все хорошо. И также к питью тоже отнестись. Питье, там, чай, кофе, соки. Все должно быть натурально, без всяких газов, там, каких-то газированных, там, кока-колы и так далее. Будьте чаще на природе. Вот весна, выходите на природу, дышите свежим воздухом. Ну и получайте от жизни удовольствие. И, ну, будьте аккуратнее с вот этой семеркой мечей, с хитростями, обманами, манипуляциями. Просто обратите на это внимание. А так все будет хорошо, бояться нечего. Жизнь прекрасна, весна тоже, начало. Ваши желания, да. Вы сами, вы будете просто свести, займитесь собою. Я не знаю, парикмахер, там, новый стиль одежды, педюкер, маникюр. То есть вы должны выглядеть, почистите после зимы свои перочки, да. Вы должны выглядеть весной шикарно. Вы же императрица. Дальше. Кто загадал цифру номер четыре? Ого, дьявол. Будьте аккуратнее, дорогие мои. Кто загадал четверочку? Это весной вас ждет дьявол. Он уже просто готовится вас встречать, знаете, с красной ковровой дорожкой такой, с транспарантами. И будет вас встречать весной, скажет, welcome, welcome. Понимаете, будьте аккуратнее с сексом, с властью, с деньгами, с деньгами чужими, кстати. С кредитами будьте аккуратнее. Потому что банки вас тоже, знаете, банки даже тоже под дьяволы идут. Они вас просто будут открывать двери и встречать вас с welcome, словом, да. Поэтому будьте аккуратнее. Здесь столько соблазна, ух, здесь и наркотики, выпивка, что там еще, курение, проституция. Девочки и мальчики, кто смотрит, будьте аккуратнее с дьяволом. Хорошо, он вас будет поджидать этой весной. Да бояться, ну, в принципе, так слишком бояться не надо. Может, я и так все утрированно говорю. Плюс, ну, я еще через шутку, я о том, что соблазна будет очень много и зависимости тоже. Кстати, может быть, появятся партнеры из прошлого, которые, ну, после зимы очень захочется ему с вами опять увидеться. Ну, секса захочется, понимаете. Ну, вот поэтому будьте, будьте готовы, да. Так, дальше. Так. Что вас ждет еще этой весной? Давайте посмотрим. Ну, трехугольник в отношениях. Тройка мечей. Это разбитое сердце, горькая правда. Это слезы, потери. Это разочарование. Это печаль. Вы, может быть, для себя узнаете, что вам изменяют, да. Или от кого-то, или чего-то еще какие-то слухи там пойдут, что вы... Ну, в общем, какая-то правда откроется. Поэтому имейте в виду много горести, слез, переживаний. Вы не ожидали, а так случилось. Дальше. Ну, это может быть еще, знаете, на работе какие-то тоже проблемы. Не только в личных отношениях. Может быть, на работе вам скажут, что все, уже вас увольняют, вы уже никому там не нужны. То есть, ну, как-то вот, может быть, вот так вот. Что-то не получается, может быть, пока у вас вот весной, да. Ну, какие-то неприятности могут быть, разочарования. Еще что вам ожидать этой весной. Ну, деньги, деньги, да. Деньги будут, говорю точно. Независимо ни от чего деньги будут. Вы будете... Если вы женщина, вы меня смотрите. Работы много. Деньги зарабатывать вы умеете. Будете больше уделять себе внимание. Себе красивый. Будете на себя тратить деньги. Может быть, у многих будет это купля. Да, купля по дьяволу. Купля, продажа недвижимости, возможно. И сделки какие-то. Левые деньги. Будьте аккуратнее. Не берите взятки. По дьяволу всегда это проигрывается. Потому что дьявол всегда толкает на то, что не надо. Это же грешность. Дьявол у нас идет. Поэтому, кто работает там, я не знаю, в банке или еще где-то, будьте аккуратнее. Особенно вам, дорогие мои, кто работает в банке по дьяволу. Не берите денег чужих. Просто так. Потом придется, знаете, от дьявола. Потом, я не знаю, бежать в догонку. Потому что он всегда возьмет оплату назад. Если он что-то дает. Так, поэтому здесь деньги. Женщины, кстати, весной могут быть дьявольски красивы. Просто чертовски красивы. Это имейте в виду. Это то же самое. Но вот вообще, кто загадал четверочку, у вас весна будет потрясающая. Просто потрясающая. Деньги, секс, власть. Почему бы нет? После зимы. Ух! Энергии много. Сейчас я здесь натворю что-то такое для себя интересное. Я проснулась, да? Так, дальше. Да, копите. Если вам идут деньги, собирайте, копите деньги. Это тоже очень хорошо. Потому что, может быть, потом вы что-то купите для себя. Какую-то недвижимость. Вы же хотите это или машину. Или что-то чем-то побаловать себя. Там золотом что-то купить себе. То есть, это все возможно. Весной открываются, так скажем, врата у нас. Так. Пятая. Пятая карта. Что вас ждет этой весной? Ну, я могу сказать, что, возможно, работа, подработка, какие-то подарки, предложение какое-то. Что-то связано, возможно, с работой, с предложением, может быть, каким-то. Бывший партнер явится, который скажет, давай опять начнем все заново. По весне, перезима, перезима, зима, короче, давай все начнем с тобой сначала. Весна же пришла, да? Так, идем дальше. Что вас ждет еще этой весной? Любовь. Я же сказала, любовь, предложение руки и сердца. Вот она вот, принц-чаш, предложение, да, встречи, романтические какие-то отношения с бывшим партнером, который проснулся у нас после зимней спячки, и опять его прям тянет к вам. Он хочет быть с вами, без вас он не может. Я не знаю, как он зимовал всю зиму, да, как медведь, наверное, в берлоге. А по весне все, она про вас вспомнила. Кстати, здесь могут быть предложения по работе, выгодные, хорошие предложения, сделки какие-то, денежные, выплаты. Кто давно ждет, получите обязательно. То есть то, что вы что-то хотели, связано было с материальной сферой, что-то себе купить или продать, или найти работу, вторую или третью. Девочки, у вас все получится по весне. Говорю это 100%. Еще и плюс любовь к придаче. Ну, любовь к придаче, это, скорее всего, из прошлого, я так думаю. Ну, может быть, ну, не у всех проиграется, но может быть какой-то процент и новые встречи. Но в основном кто-то из прошлого. Так, смотрим дальше. Так, что вас ждет это весной еще? Да. Да, да, купля. Купля недвижимости. Может быть, кто-то что-то купит для себя, потому что экономила всю зиму, и к вести уже собралась определенная сумма, где нужно уже пойти и купить себе. Ну, я не знаю, хоть самую маленькую студийную какую-нибудь квартирку. Да, давно хотели. Или дачу, например, да, или машину себе купить. В принципе, будете жадничать, деньги будете собирать, и поэтому будете работать, может быть, на двух и на трех работах, и не откажетесь ни от какой подработки. Да, да, я, конечно, я должна поработать. Еще бы, я же ближе к лету уже хочу что-то себе купить. Поэтому все получится, все правильно делайте, дорогие мои, все правильно делайте. Экономьте, собирайте и купите. Так, и последняя, шестая позиция. Что это? Ой, ну, здесь-то дотащить надо, посмотрите. Ну, здесь дотащить надо уже, сил каких нету. Тащу, наверное, уже зимы просто, уже нужно закончить уже что-то, какое-то дело, потому что сил уже просто нету. Все оставлять, уже все бросать даже сил нету. Ну, как, если я зимы делаю какой-то проект, как же я брошу, мне его закрыть, уже закончить надо. Поэтому потерпите немножко, уже, ну, чуть-чуть осталось, уже все, прям весной уже закончите, все. Я не знаю, там, сработали, связано с домом, с личными отношениями такими тяжелыми. Здесь по всем фронтам просто это идет, тяжесть, тяжесть, тяжесть. Закончите именно весной. Так, что вас ждет еще этой весной? Да, да, здесь идет то, над чем вы работали. Вы получите результат, я вам говорю, это 100%, потому что карта победителя, карта победы. Я не знаю, выходите ли вы замуж все-таки, разводитесь ли вы все-таки, наконец, нашли вы там вторую, третью работу, купили вы дом, сделали вы уже ремонт или что-то. Вот по всем, вы все это благополучно уже закончите и получите хороший результат. Если вы так давно хотели должности, да, вас оценят, вас повысят. Дальше, если вы хотите переезд, да, получится. Вы в другом городе, там уже себе и квартиру присмотрели, отлично, все, переедете туда. Дальше, если ремонт делаете, закончите ремонт и ремонт будет потрясающий. Что здесь еще дальше, может быть? Деньги. Хотите деньги? Да, получите. Вот сколько вы там собирали, сколько вы экономили. Да, весной тоже будет определенная такая сумма, вами собранная на что-то, на покупку там недвижимости или еще чего-то, да. То есть вы получите все, что вы так сильно хотели, именно весной. Потерпите, уже к этому идет. Ну, еще давайте. Что вас ждет это весной? Любовь. Конечно, любовь. Партнерские отношения, вы не будете одни, у вас будут рядом любимые люди, а может быть, любимый человек, мужчина или женщина, неважно. Но человек вас будет поддерживать, он поддерживает вас, наверное, уже давно, а вот уже определился полностью, так скажем, к весне. Кстати, возможно, брак, кто-то выйдет замуж, я вам говорю серьезно, кто-то выйдет замуж официально, потому что вы к этому давно шли. Это же не только зиму, а уже, может быть, несколько лет, такой тоже возможно, общий расклад. И вы получите, да, вы будете прям, знаете, кто-то, если хочет из вас родить ребенка, да, милые мои, уже дотащите, уже все, чуть-чуть осталось, уже все. Весной, весной родите. Если кто-то хочет забеременеть весной, девочки, мои красавицы, забеременеть, это весной, говорю, 100%. Все получится, с дед рождением все прекрасно. Если кто-то на операцию идет, операция пройдет хорошо, не волнуйтесь. То есть любимый человек будет рядом с вами. У вас весна потрясающая, рядом с любимым человеком, который уже все плохое, все тяжелое отойдет в сторону, вы будете просто победителем. Я не знаю, может быть, вы там наследство себе какое-то пытаетесь, да, отстоять, получите это наследство. И враги, знаете, отойдут на задний план, потому что вы победите всех абсолютно. Рядом с вами будет любимый человек, а все плохое отойдет в сторону. Ой, все, по-моему, заболталось. Вот такой был расклад на то, что ждет вас этой весной. Я вам всем желаю счастья, удачи. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что слушаете мой уже где-то такой хриплый голос заикающийся. Я вас в любом случае всех люблю, всех обожаю. И до скорых встреч. Спасибо.